Ну и что же, ребят, как всегда, не забываем поставить большой пальчик вверх под эти видео, чтобы у вас тоже мифрилы ящики появились. Вообще выглядят они вот так вот, как видите. О, красавец. Где их можно поймать? Первым делом, нам нужно отправиться в подземный мир, ну или как он называется там, короче. И здесь убивать разных демонов до тех пор, пока из них не выпадет специальная кукла Вуду от гида. Также нам нужно проверить, жив ли наш гид. Для этого заглядываем на карте, должен мотаться гид. Ага, вижу, вижу, вот он гид. Он жив, здоров, не кашляет. Готовимся к битве с боссом и приспокойненько бросаем нашу куклу Вуду в лаву. Вот так вот. При этом гид погибает, это важный момент, и появляется босс. Давайте, 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 ну бросай уже, что с тобой не так? Бросай уже, вот видишь, кукла Вуду, да, давайте, давайте. Кладем в ход бар, нажимаем Q, все, босс появился. Наконец-то. Я просто вот так вот сделаю. Вот так вот. Поизвать его тоже можно только в нижнем мире, ребят, больше никак. Короче, после этого возвращаемся на поверхность. Вам еще понадобится хорошая удочка. Я советую фарглассис, потому что это 30% рыбной ловли. Можно просто использовать прошлое видео про сид мира и взять, и, собственно говоря, у вас будет все хорошо в этой жизни. После этого нам нужно отправиться к торговцу, купить у него сачок. После этого отправиться в джунгли. Идеально, если у вас есть ферма в джунглях, потому что логика следующая. Мы ломаем разную траву на поверхности или в подземке, в джунглях. И иногда из этой травы выпадают разные насекомые, которые мы их ловим с помощью нашей сачка, свежеприобретенного. То есть, видишь, вот так ломаем, сейчас вот так вот ломаем, и выпадают червяки. Вот они, вот они, все выпадают. Бьем сачок и начинаем их ловить. Классно, клево, интересно, классно, да? Обычно насекомые от 15 до 25%. Чем выше процент, тем лучше будет ловиться рыба, тем более редкие ящики и более ценная рыба будет выпадать при рыбной ловле и быстрее клевать эта рыба будет. И так далее. Короче, чем выше процент у удочки, чем выше процент у наживки, тем лучше для рыбной ловли. Дальше. В любом абсолютно биоме, на абсолютно любой высоте, в абсолютно подходящем пруду можно поймать то, что нам сегодня нужно. Вообще, в идеальный вариант, если пруд, в котором вы ловите, как минимум 150 клеток, это примерно размер тех домов, которые я строю для NPC. Тоже где-то около 150 квадратиков. То есть, совсем маленькие лужи для рыбной ловли не используйте. Используйте либо океан, либо море, либо там какая-то более или менее достаточного размера озера. Как ловят с левой кнопкой мышки, выбрасываете удочку, видите движение вокруг поплавка, и в тот момент, когда вы видите движение вокруг поплавка, нажимаете левую кнопку снова, для того, чтобы вытащить на поверхность то, что вы поймали. Также, в описании под видео есть geronshop.ru, замечательный магазин аккаунтов и ключей, в котором можно найти сотни тимовских игр дешевле, чем в стиме, а самое главное, дешевый Майнкрафт, Террарио и много другое. Все ссылки в описании жду вас там. Кстати, рандом там тоже есть и всякое такое. Так, теперь, собственно, мне что-то не очень везет. На самом деле, с мифриловой ящикем это аналог золотых ящиков. То есть, до хардмода у вас выпадают железные ящики, потом они заменяются на мифриловые. Там довольно богатый лут. Во, наконец-то мифриловый ящик выпал. Ура! Долгое же я его ловил. Давайте откроем, что у нас тут. А, ну как обычно, зелье, руды и всякое такое. И разные прочие интересные став и мерчанты.